Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, площадка Кассера Таврида собирает ежегодно очень много людей со всех регионов нашей большой страны. Сейчас здесь 400 участников из 66 регионов. Вот расскажите, пожалуйста, можно ли предположить, что будет международное сотрудничество налажено, и наши таланты попадут куда-то за рубеж, и за рубежа приедут таланты для отмена опытом? Ну, я не знаю, были ли вы на моем выступлении, я ровно это предложил. Надеюсь, это будет подхвачено. Мы ждем теперь от Тавриды, от нашей арт-площадки, предложений о том, как они видят такое международное сотрудничество, а мы обязательно поможем его наладить. Сергей Викторович, какой вид творчества наиболее близкий вам? Чем вы занимаетесь? Ну, немножко писал стихи, так сказать. Ну, и люблю гитару. Сергей Викторович, можно вопрос по международной тематике? И вы здесь. По поводу Афганистана, разделяемые опасения разведки США, что Кабула может пасть через два месяца и пойти в Афганистане? Ну, поскольку все, что происходит в Афганистане, это результат 20-летнего пребывания в Соединенных Штатах, мы полагаемся на оценки ЦРУ. Сергей Викторович, вы, так сказать, первая ласточка из очень уважаемого ведомства здесь, на Тавриде. После вас, как вы считаете, может приехать кто-то еще, может быть, официальный представитель, МИД, послы? Там уже потом птица крупнее пойдет. То есть, как вы считаете, надо ли, чтобы приезжали послы, делились опытом с ребятами, может быть, что-то у них подчеркнули? Ну, вы знаете, дело такое, пока вы не пригласите, трудно будет понять, я же не могу за них отвечать. Я считаю, что это очень полезная площадка, здесь интересно. Самое главное, что ты не только говоришь, но тебе еще и рассказывают, обогащаешься. И это очень важная составляющая вот той самой общественной дипломатии, которая сейчас, как никогда, актуальна, востребована, особенно в период, когда наши западные коллеги морозят межгосударственные отношения и пытаются заставить нас каяться, извиняться, и как они выражаются, неотповедить. На этом фоне мы идем навстречу тем предложениям, которые позволяют сотрудничать с Западом на основе баланса интересов, на основе взаимной выгоды, но вакуум остается очень существенным, потому что съежились объемы сотрудничества. Этот вакуум нужно заполнять, и здесь общественной дипломатии такие проекты, вот как Таврида, могут сограть очень-очень полезную роль. Культурные, студенческие, спортивные, гуманитарные, образовательные обмены сейчас очень-очень важны. Сергей Викторович, в Крыму сейчас обсуждают последние высказывания президента Белоруссии о признании Крыма вслед за российским бизнесом. Что Вы думаете по этому поводу? Потому что у крымчан, ну, у некоторых точно есть обида, в том числе и на российский бизнес. Не все банки есть в Крыму, не все крупные компании зашли в Крым. Что Вы думаете по поводу высказывания президента Белоруссии? Ну, Вы знаете, на этот счет кто-то уже отвечал. У нас есть договор о союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. И в соответствии с этим договором территория союзного государства является территорией Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, это территория Российской Федерации и входит в союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями. Сергей Викторович, пообщались с ребятами? Как они Вам? Интересные? Ну, еще пока не сильно пообщался. Ну, уже хочется. Через микрофон интересно. Вопросы хорошие, неотрепетированные. Только был джазовый музыкант. Такое прекрасное начало. Сразу вспомнилось много чего, когда мы тоже музыцировали. Нет-нет, очень интересно, хорошая атмосфера, прекрасная. И я вижу, как вам здесь, как здесь, ребята, хорошо и интересно. Все эти уже обсуждают Ваш выход под его рокью. Как, да, и говорят, что вот в свете как раз русификации, да, и перехода на русские термины, не очень хорошая музыка. Как вам? Ну, это возникло. Ну, во-первых, мы интернационалисты, как вы знаете. Мы же здесь не пытаемся русский язык подстроить под какие-то британские песни. Это просто британская песня, произведение британской культуры, которую мы воспринимаем как таковая. Она очень популярна. Группа Queen в свое время гремела. А что касается выголы рокки, это же возникло, хэштег возник из-за чего? Из-за того, что нашу олимпийскую сборную обозначили как сборная российского олимпийского комитета, рок. И написали, соответственно, на форму эти три буквы. Вот, аббревиатура наталкивает на многие аллюзии. Ну, наверное, тем, кто всяческими правдами и неправдами добивался того, чтобы не могли демонстрировать российский флаг и исполнять российский гимн, хотелось, чтобы этот рок над нами давлел, как злой рок такой, знаете. Но получилось наоборот, получилось то, что ребята доказали, что они бойцы и творцы, кстати сказать, как и те, кто участвует в мероприятиях Тавриды. Ну, и родилось вот как-то по ассоциации, вспомнилось, выгол рокю, это же вольный перевод, мы вас разгромим, но сработало. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, когда западные страны наконец-то признают российский статус правительства? Вы знаете, я даже об этом не забочу, честно говоря. Все они прекрасно сознают, что Крым российский. И исключительно для того, чтобы выводить нас из равновесия, пытаются подыгрывать сокровенно российским, неонацистским действиям и планам нынешнего киевского режима. Режим, который прямо, вот как я вам говорю в ходе выступления, что после переворота в феврале 2014 года, те, кто этот переворот кровавый, вооруженный, осуществил, громогласно заявили, что русские никогда не будут думать по-украински, никогда не будут говорить по-украински, никогда не будут честных украинских героев, поэтому русских надо изгнать из Крыма. Это казалось таким пещерным менталитетом в то время, но нет, вот пару недель назад президент Зеленский повторил ровно то же требование. «Если ты русский, давай уезжай к себе на родину, а эту землю оставь-ка нам». Ну что можно по этому поводу сказать? Если наши западные партнеры вынуждены прятать свое полное осознание реальности за стремлением подыгрывать вот этим пещерным инстинктом нынешней украинской власти, то мне их просто жаль, они себя загоняют в угол, откуда потом будет очень трудно выползать. А выползать все равно придется.